Александр, приветствую вас. Добрый день. Спасибо за то, что вы нашли время сегодня поговорить. У нас серия программ, посвященных вопросам инвестиций участникам рынка капиталов. Вы знаете, что сейчас активизировались некоторые процессы на этом рынке, благодаря, собственно, и вашим усилиям, в том числе и Роману Михайловичу Насирову, и всем тем, кто сейчас формирует ассоциацию участников рынка капитала. Это важно, прежде всего, и для самого рынка, и важно для инвестиционного климата, мне кажется, страны. Инвестиционный климат – сложный вопрос. Он состоит из многих факторов, и законодательных, и политических, и внешнеполитических. Вот если с вами остановиться на нескольких моментах. Я знаю, что вы принимали участие в разработке ряда важных законопроектов, направленных на институализацию формирования этого рынка. Что сейчас происходит, чего не хватает на рынке, что важным было бы для иностранных инвесторов? Ну, прежде всего, не хватает, действительно, как вы заметили, соответствующей законодательной базы для прихода особенно крупного инвестиционного капитала в Украину. В свое время, подписывая договор об ассоциации с Евросоюзом, мы взяли на себя обязательство обеспечить свободное обращение капитала. И два, фактически, сиамских близнеца, два закона о валюте и валютном регулировании, и о рынках капитала, должны быть приняты. Слава Богу… Слава Богу, первый закон был принят и вступил в силу с июля прошлого 2018 года. А многострадальный законопроект о рынках капитала, к сожалению, еще до сегодняшнего дня, так и не принят в Верховной Раде. А этот законопроект чрезвычайно важный, потому что, самое главное, он определяет статус профессионального участника рынков капитала. Второе, обеспечивает структурирование на этом рынке. И что еще очень важно, особенно для наших экспортеров, он создает законодательную базу для хеджирования рисков. Практически всех рисков. И я могу привести такой пример. Нельзя бояться слова дериватива, а то многие как-то смущаются. А это действительно финансовые похитни на тот базовый актив, который обращается на рынки. Или это базовый актив товарный, или это фондовый, или какой-либо другой, валютный, например. Но если по оценкам наших американских коллег, рынок зерновых где-то оценивается около 38 миллиардов долларов, то если бы мы запустили производные на этот базовый актив, то емкость рынка достигла почти 400 миллиардов. То есть во всем мире, помимо базового актива, еще и формируется рынок производных на этот актив. И мы не можем развивать свой рынок из-за того, что у нас нету такого необходимого и нормативно-правового Документа базы. Документа базы такой и законодательной. Вот скажите, а иностранцы, они иностранные инвесторы не ждут этот закон вообще? Ну они не просто ждут, они не будут входить в наш рынок до тех пор, покуда не будет создана законодательная нормативно-правовая база. Какие препятствия по вашему мнению мешают в том, что этот закон принял? Ну помимо политической воли, как с традицией? Ну самое главное у нас это коррупционная составляющая. Сделали узкое горлышко для узкого приближенного круга людей, которые имеют, как-то у нас скажут, зыск ввиде этого. И все. И не дает развитию рынка, не дает вхождению крупного капитала, транснациональных корпораций. Они не собираются сюда заходить. Без соответствующей базы. Потому что у них есть ограничения по структуре и составу активов. И госрегуляторы в Америке, в Европейском Союзе очень жестко следят за вхождением капитала в рискованные страны. Многие нас не понимают, когда задают вопрос, почему нету денег, почему нам не дают. Как раз исходя из того, что есть определенные условия в тех странах, которые потенциально могут быть инвесторами. То есть любой инвестор, допустим, из США, из Европейского Союза, где традиционно очень сильны финансовые регуляторы, он стремится все сделать согласно своему законодательству. Согласно законодательству страны, которую он представляет. И естественно, он хочет обезопасить себя, обеспечить не только защиту своей инвестиции в Украину, а и себя от возможного юридического обследования. Вот это не все люди, кстати, понимают. Вот конкретный пример. На сегодняшний день заморожены более 7 миллиардов долларов только китайскими инвесторами, которые ждут, что будет у нас создан необходимый рынок деривативов для хеджирования рисков, будет создана база для создания универсальной биржи, которая запита у нас в законопроекте о рынках капитала как багатосторонняя торговая система, где предусмотрено будет развитие товарной секции, спотовой, фондовой секции и секции деривативов. Заработает эта универсальная биржа, естественно, придут сюда не просто несколько участников, а зайдут крупные инвесторы. Кстати, если говорить про крупных инвесторов, из каких стран потенциально могут прийти инвесторы и куда нам нужно делать инвестор? Ну, прежде всего, я хочу сказать, вот общаясь с китайскими крупными инвесторами, которые уже зашли и которые ждут законопроекта, чтобы еще создать центрального контрагента и клиринг у нас на рынке, выкупили у нас уже один государственный банк, украинский банк реконструкции и развития, готовы в соответствии с своими целями и задачами поставить софт на украинский рынок, свой современный, технологический. Но, к сожалению, опять же, нет этой законодательной базы. Но, если китайские инвесторы уже заходят и очень заинтересованы в том, чтобы получилось развитие этого рынка деривативов у нас в Украине, то, к примеру, американских и европейских инвесторов нужно обязательно, конечно, очень серьезно приглашать и объяснять и убеждать. Вот, например, с бывшим нашим соотечественником, который родился в Киеве, но сейчас уже давно живет в Америке, возглавляет хедж-фонд миллиардным. Но он говорит, какой мне смысл заходить в Украину, если я с большей рентабельностью и с большей надежностью буду осуществлять свою деятельность, к примеру, в Бразилии. Ну, конечно. Покажите мне, что вы меня здесь ждете. То есть нам на сегодняшний день нужно за американского инвестора, за европейского инвестора бороться. Конечно. И в этой борьбе еще неизвестно, победим ли мы. Ну, конечно. Если брать вот аспект работы ассоциаций участников капитала, как вы думаете, какие основные приоритеты работы этой ассоциации и что она может сейчас компенсировать с точки зрения отсутствия на рынке? Ну, прежде всего, мы хотим объединить усилия участников рынка для того, чтобы все-таки принять законопроект 9035 о рынках капитала. Так. Вторая задача. Мы хотим помочь нашему правительству и Верховной Раде подготовить после вступления в силу законопроекта этого соответствующую нормативно-правовую базу. Это чрезвычайно важно, потому что это новое вообще направление. Мы еще не развивали рынок деривативов в Украине. Третья ключевая задача. Мы должны подготовить участников рынка, специалистов. Например, сейчас китайские коллеги, и мы проводили встречу с руководством Украинского института развития фондового рынка, начать специальную программу обучения. Плюс встречались с проректором по научной работе Киевского национально-экономического университета с тем, чтобы и возможно уже студентов в старших курсах знакомить с этими направлениями работы на рынках капитала Украины. Следующая позиция. Мы должны помочь крупным иностранным инвесторам и нашим внутренним инвесторам выполнить под ключ и успешно те задачи, которые они ставят на рынке слияния и поглощения, на рынке управления активами, которые они выкупают. К примеру, у фонда гарантированного вклада физических лиц, тех неплатежеспособных банков, которые выставляют на продажу. Либо фонда госимущества, те приватизационные активы, которые будут выставляться на продажу. Потому что мы бы хотели, особенно для иностранных инвесторов, посоветовать наиболее подготовленных и зарекомендовавших себя с хорошей репутационной составляющей юридические компании, которые бы обеспечивали юридическое сопровождение, консалтинговые компании, которые бы проводили анализ рынка, аудиторские компании, которые бы могли дью-дил хотя бы провести для принятия решения по тем или иным активам. И, безусловно, надеемся, создав такую надежную сплоченную команду в ассоциацию участников рынка капитала добиваться экономической защиты и интересов наших участников. Потому что рейдерство уже, по-моему, перешло всякие красные линии, и нужно у своих участников и тех, кто будет заходить, защищать от таких вот действий. У вас много таких идей, много направлений и многофункциональных. Я хотел сказать, у вас задачи. Я думаю, что есть хорошие шансы, что все это будет успешным проектом, поскольку нуждается в этом и Украина, нуждаются в этом отдельные участники рынка капитала, нуждаются в этом наши потенциальные иностранные партнеры. И, без сомнения, в этом заинтересован инвестиционный климат украинского государства. Поэтому я хочу вам пожелать успехов, удачи. Главное – тут терпение. Я надеюсь, что благодаря вам мы бы смогли совместными усилиями помочь инвесторам, особенно крупным инвесторам иностранным, которые будут входить в наш рынок, обеспечить и пиар компании для них, и помочь продвижению их продуктов и услуг тоже самое на нашем рынке. Потому что с приходом крупных инвесторов обязательно придет и высококвалифицированный менеджмент, и будет обеспечено техническое переоснащение тех производств, в которые они будут входить, смена оборудования, ну и, конечно, современный сервис, в том числе и инвестиционный сервис. Без сомнений. Посмотрим. Думаю, все будет хорошо. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.